Здравствуйте. Я буду говорить о тестировании функционирования. Я работаю как инженер тестирования. Кто-то вовлечен в проекты тестирования из вас? Несколько человек. Хорошо. Я работаю в компании, которая разрабатывает техническую тестовую платформу для автоматизации тестирования. Кто-то я такой. Я старший архитект по тестированию компании, также вложенец продукта в Лодиум. Я наполовину технический специалист, наполовину управления. И я буду говорить о том, для чего нужно проводить такое тестирование функционирования из-за этого парня. Но, собственно говоря, тут говорится, что я всегда онлайн что-то покупаю, но есть другие процессы, никаких услуг. Продукт могу купить? У меня 7-месячная дочка. Если моя жена что-то покупает онлайн, она может это делать. Но если какие-то проблемы возникают дома, то дома тоже надо заниматься тестированием. Вообще, зачем заниматься тестированием функционирования проектов? Большинство наших проектов – это проекты автоматизированные. Сейчас это начинает меняться. Мини-компании приходят к нам, они говорят, что им нужно тестировать свою эффективность. Есть крупные компании. У нас 100 человек, но всего 2 инженера по тестированию. И у нас иногда по 4-5 проектов по функционированию, по тестированию функционирования и эффективности практически одновременно. Как работают в таких проектах тестирования? Потому что изначально мы же не знаем пользовательские истории, KPI, различные сценарии эффективности и так далее. Я расскажу историю, как мы проводим тестирование. Прежде всего, могу сказать, что это цитата Николаса Вирта, это швейцарский компьютерный инженер. Он говорит, что программный продукт замедляется гораздо быстрее, чем железо ускоряется. Вот это касается и мобильных телефонов, и сколько уже вы работаете с железом, сколько вы уже со своими смартфонами. Вы же их не апгрейдите, выбрасываете, покупаете новый, но какая скорость этого апгрейда, тех приложений, может, дважды в неделю, может, чаще, может, там раз в год и так далее. Получается, что у вас, собственно говоря, софты ускоряются медленнее, чем железо. И если вы заходите в Google или в Яндекс, вы ожидаете, что, может, за одну секунду все сгрузится за страницы. Чего вы ожидаете? А если это будет три или четыре секунды, вы уйдете с этой страницы, обратитесь к другому, проводит другую услугу, это очень плохо, это влияет на все поведение, шоппинговое поведение, то есть покупательское поведение. Через три секунды люди покидают сайт, если не загрузился нормально, или они вам скажут, что они к вам никогда не вернутся на ваш весь веб-сайт, если какие-то проблемы возникают. И плохое условие, то есть слух о плохой услуге гораздо быстрее распространяется, чем о хорошем. Например, в кино, допустим, пошли, и что вы расскажете о каком-то фильме, например, хорошем, двое-трое. А если вы увидели какой-то жутчайший фильм всей своей жизни, вы всем расскажете об этом. Вы расскажете обо всем, потому что когда услуга плохая, вы всем будете об этом рассказать. Когда хорошая, еще, может, и не расскажете. Но нам это не нужно. Вот видите, написано, ждали 30 минут, нас не обслужили. Вот такого нам не надо. Давайте начнем с самого начала. И когда мы начинаем тестировать и работаем с тестировщиком, мы говорим, что вы будете тестировать эффективность. Они говорят, что как надо, например, отключать услуги, отключать сервера, смотреть, как вот. Нет, это не так делается, это тестирование. Вы должны понимать все эти кейсы. Вы должны понимать, что нужно потребителю. Кто из вас слышали о спайк-тесте? Или о тесте на выносливость, то, что называется endurance test, или спайк-тест, то есть о пиковых величинах. Есть тест на загрузку и так далее. И вот в Гугле, в Яндексе, если вы увидите поиски, увидите определение вот таких тестов. И они всегда неполные. Нет конкретного вопроса на ответ. А что это такое? Что за тесто? И если вы глубже копнете, вы увидите, например, вот, есть такой тест нагрузки или эффективности. Вы в пиковые времена видите, как функционирует, скажем, ваш сайт, и когда нормально, или когда какую-то новую фичу, например, ставите или буфер, вы должны удостовериться, что ваше мобильное устройство, и ваше сайт нормально работает на уровне пользователей. Это вот нормальное использование. Это повышенная нагрузка. Вот, то есть, этот тест на нагрузку, вот, он показывает, что ваше приложение работает нормально в нормальных условиях. А если мы проведем стресс-тестирование, ваш сервер, сервер приложений, например, вы тут повышаете нагрузки выше, чем нормальное посещение, нормальное использование, или вот такой пиковый тест, спайс-теста. Это не то, с чем мы очень хорошо знакомы. Мы смотрим на пиковый уровень и на нижний уровень, на пиковый, то есть спайковый, и на нижний. Для чего нам это? Например, вы работаете в газете, да, и в айтишном отделе газеты, это газетный бизнес, группу газет. И, например, вот землетрясение где-то в вашей стране произошло, землетрясение, вы пуш-месседж рассылаете всем клиентам, они все жмут на кнопку, и внезапно 20 тысяч людей заходят на ваш сайт, прочли новости, ушли с сайта. Потом вы другой месседж через 10 минут рассылаете, и вот снова возвращается 10 и 20 человек постоянно это меняется, и вы должны запрашивать приложение вашего сайта, вот какие пиковые нагрузки, какие минимальные, и тест, связанный с объемом. Какова ваша среда вся тестирования? Это стандартное производство или какой-то поднабор производства, и вы проводите тестирование в обычной ситуации, вживую, так сказать. А если, допустим, у вас 500 продуктов, это электронная коммерция, что вы ищите продукт iPhone X, и он должен появиться, допустим, в одну секунду при тестировании. А что если свыше миллионов продуктов в вашем приложении? И есть, конечно, проблемы с базами данных, с индексами баз данных или еще какие-то, и вы видите эти проблемы, связанные с объемом данных, это очень важно. Вы должны столько данных при тестировании проверять, или тест на выносливость, так сказать. В целом мы проводим тест на эффективность 50 минут, там 20 минут, смотрим на поведение приложения, но этого может быть недостаточно для вас при тестировании. А почему недостаточно? А потому что в долгосрочной перспективе у вас могут возникнуть проблемы с JV, IOS или с операционной системой, все что угодно, любые проблемы. Поэтому тост на максимальную выносливость, так сказать, этой системы. И вы должны понимать, когда и как их принимать. Вот подумайте об этом, вот это матч, и вот если у вас на сайте. И вот что может произойти через два часа до матча? Например, мы на сайте, то есть информация, что еду можно заказывать, это стресс, вот в Турции, например, я должен был две минуты ждать, две минуты, чтобы получить окончательное утверждение. На сайте, если вы видите, конечно, человек переключится, потому что иногда, если два, две, три минуты ждешь, приходится ждать. Это было стрессово для нас. Это был черный пятница, когда люди все устремляются на ваш сайт, потому что там столько скидок, скидка 50%, скидка 60%. Надо делать стресс-тестирование, потому что у вас очень много будет клиентов на вашем сайте на протяжении 24 часов. Это пиковые нагрузки спать, потому что очень много рассылается пуш-месседж, и отсылают люди на ваш сайт, и должен быть тест на максимальную выносливость. Это вот 24 часа надо, например, как это было в Черную пятницу. Или, например, у вас финансовая компания будет слияние с другой компанией. Там у одной компании 10 миллионов, у другой 5 миллионов компаний будет слияние и поглощение. Сколько будет данных, надо будет обрабатывать после слияния и поглощения. Вы должны делать тестирование объема, как ваше приложение будет работать. И вот там нужно говорить о KPI, то есть ключевые показатели эффективности. Когда вы проводите ручное или функциональное тестирование, в общем-то вы создаете какие-то дефиниции, то есть определение готовности и так далее. Когда вы тестируете эффективность, когда вы говорите с клиентами, и спрашиваете, как система должна показать результаты поиска, в какой мере. То есть общий ответ тут недостаточен. Две секунды – это хорошо, три секунды – это быстро. Может, для какой-то компании 5 секунд нормально, но для какой-то компании 2 секунды – это очень медленно. Вы должны понимать KPI, то есть ключевые показатели эффективности. И как вот use case для черной пятницы, тест на эффективность, которую я проводила. Когда вы говорите с клиентами, вот они сказали, что 22 с лишним тысячи людей в секунду заходило на сайт в прошлом году. Это большое количество. Если вы создаете такое моделирование и спрашиваете, сколько людей вы ожидаете, что зайдет на ваш сайт в этом году, они сказали, что свыше 40 тысяч. Если вы проверяете эффективность, вы можете знать, что вам понадобится, по крайней мере, 20 тысяч виртуальных пользователей, чтобы смоделировать. Это же не просто. И мы спрашиваем у них, это реальное число, или это просто то, что у вас заложено в вашей системе по сессии. И мы создали моделирование, чтобы показать, поддерживать вашей системе такое. Мы разработали скрипты с 3 тысячами людей, мы вначале работали, то есть 3 тысячи максимальных пользователей. То есть тут не надо было поддерживать 22 тысячи, ну то есть максимально можно поддержать такое количество. Но большинство пользователей ждут, зайдут, или они что-то уже читают, или браузер просто открыт, они ничего сейчас не делают. Мы должны понять количество транзакций, которые входит в систему, количество запросов. И для этого надо общаться, нам надо общаться с разработчиками, спрашивать, сколько в секунду людей заходит на страницу, сколько заказов получает ваша система в секунду. Ну, например, сотни пользователей могут выставить только один заказ, и десять пользователей могут выставить один заказ в секунду тоже. И вы можете зайти к инфраструктурщикам, побеседовать по поводу инфраструктурного слоя, или в отдел, который занимается маркетингом, понимать поведенческие мотивы клиентов, пользователей. Может быть, не надо так много сценариев тестирования эффективности, потому что обычно они фокусируются на парочке фичей или функционал или каком-то конкретном. Но вот в ваших сценариях, в ваших проектах это должно, в общем-то, зависеть от минимума фич. Вы должны понимать поведение пользователей, всегда обращаться к продукту, чтобы понять, какие фичи будут использоваться в следующий раз или в ближайшем будущем, скорее всего. И они о многом вам скажут, вы не должны работать только с разработчиками. Вы должны работать с ними, кто занимается, работать на уровне small business и развития бизнеса. Когда вы будете говорить с ними, тут вы видите, сколько человек нужно, и гораздо меньше людей, чем изначально вы говорили. 220 в секунду покупок или 310 карта отворяется или убирается в секунду, или 2100 браузингов в секунду, а вот 22 тысячи, то, что мы говорили, это вот как было в черной пятнице, но это уже самое большое, конечно, максимальное число. И, конечно, надо определить KPI. Например, я спрошу о вашем веб-сайте. Сколько он должен быть открыт, например, сколько вы хотите? Кто-нибудь скажет один, одна, две, три. Есть формула, которая измеряет эффективность вашего веб-сайта. Тут говорится, что существует три категории для вашей эффективности. Удовлетворенность пользователя, когда время ответа меньше или равняется, скажем, t. Подумайте о Google. Удовлетворенность, чтобы за одну секунду открывался Google. А кто говорит, что это терпимо? Если это 4 секунды, например, между 1 и 4 секундами, это терпимо. И также, если люди раздражены, недовольны, они уйдут с вашего сайта. Все это можно рассчитать по уравнению, и получится числа от нуля до единицы. Если это близко к единице, то это означает, что у вас дела идут нормально. Даже очень хорошо, можно сказать, потому что высокое уровень удовлетворенности KPI. Если близко к нулю, это означает, что вы полностью, так сказать, облажались. В Google, например, есть открытый стандарт, и есть формула, и чтобы вы поняли поведенческие мотивы, как работает ваше приложение. Также необходимо понимать ваших пользователей. Зачем это нужно? Ручное тестирование – достаточно простой процесс. Мы стремимся регрессировать его функциональность простыми функциональными шагами. Но с пользователями это не работает. Они находятся в разных геолокациях. Они могут находиться близко к вашему центру, либо находиться очень далеко оттуда. У них могут быть разные среды, типы сети, разные модели поведения. Подумайте о пользователе мобильного телефона. Какое у них подключение, как правило? 3G, 4G. Потому что они находятся в движении. Они могут использовать мобильник в любое время. Просыпаясь, вы сразу берете телефон в руки, например. И есть статистика использования. 70% пользователей используют приложения мобильные. Что касается пользователей планшетов. Они используют скорее Wi-Fi соединения. Как правило, вы планшеты на ходу не используете. Почему вообще это важно для тестирования производительности? Потому что вам необходимо понимать, какой сайт, какое приложение тестировать. Например, в этой временной зоне вы наблюдаете за использованием мобильного и планшета. Например, вечером использование планшета возрастает, потому что люди приходят домой, подключаются к Wi-Fi, им комфортно, они могут использовать планшет. И таким образом использование мобильного или планшета варьируется в течение дня, как и использование приложений на них. Таких пользователей достаточно легко понять. Они используют мобильный планшет. У них хорошо прослеживаемое поведение. Существуют следующие сценарии, из которых вы можете выбирать. Можно начать с ручного тестирования, но необходимо также обратиться к разработчикам, спросив их, есть ли тестирование производительности по этому сценарию. Потому что они могут посчитать, что есть какой-то алгоритм для расчета, и они располагаются этим алгоритмом, но вы об этом не знаете. Например, в Черную пятницу тестирование производительности выполнялось с проверкой статистики. И когда они сказали, что если добавить в картину 10 продуктов, то это порождает некоторые проблемы. Таким образом, необходимо избегать числа 10. Один-два продукта – это нормально, но если вы превышаете лимит в десятку, то расчеты становятся выполнять сложнее, и тестирование производительности затрудняется. Это негативный сценарий. Ваши заказчики не всегда будут вести себя по самому удобному сценарию. Они могут создавать какие-то проблемы, поэтому сценарии необходимо применять разные. Сценарии в привязке к бизнесу, к производительности – это те виды, которые необходимо применять. Необходимо также сохранять реализм в отношении этих сценариев. К примеру, я работал на одну компанию, и они сказали мне, что хотят, чтобы пользователи подключались в систему одновременно, и чтобы их было тысяча. Но это же невозможно. Если посмотреть на аналитику Google, стоящую за приложениями, мы видим, что такое количество пользователей никогда не заходит на сайт в одно время. Но что можно здесь делать? Компания платит вам деньги, и вы тестируете сайт, но необходимо ставить реалистичные задачи. Или, например, время на раздумье. Многие люди не сразу кликают на кнопку, зайдя на какой-то сайт. Вы сначала что-то читаете, а вы не нажимаете на кнопку, сразу же зайдя на сайт. Поэтому необходимо сделать хорошее соотношение по времени 3-5 секунд перед тем, как перейти по другой ссылке, использовать реалистичные данные при этом тестировании. И при навигационном сценарии, в том числе, когда вы тестируете производительность, вы идете на одни и те же страницы, на Amazon, например, кликайте на iPhone X, цены, но вы должны рандомизировать этот маршрут, рандомизировать данные тестирования, чтобы улучшить эффективность и результаты. Необходимо выйти за стандартные рамки. Итак, запрос и ответ. Никогда неизвестно, какой запрос постучит в ваши двери, так же, как и Джек Николсон в фильме «Сияние». Поэтому также стоит учитывать, что запросы и ответы могут подаваться в разных протоколах и разных форматах. Необходимо выполнять тестирование на всех этих протоколах и форматах. Например, если вы получаете запрос из HTTP, вы должны выполнять соответствующую работу. Возможно, стоит реквестировать базу данных или в мейл-сервер запросов. Великое множество протоколов, также очень много, и их необходимо понимать при выполнении тестирования производительности. И так же существует великое разнообразие форматов ответа. Например, он может поступить в формате файла JSON, HTML, XCML. И необходимо понимать, как вы будете обрабатывать и извлекать из них данные. Сколько человек использует JSON для извлечения данных из файла JSON? Сколько использует REGEX? REGEX? И я всегда пользуюсь этим сайтом, где я познаю о REGEX, потому что для меня это непростая система. И есть еще CSS. Благодаря инженерам-тестировщикам, которые выполняют тестирование производительности, они извлекают данные и в запросах. И поэтому их привлекают к самому процессу тестирования ради выполнения этих задач. Сколько из вас помнят о математике? Когда я говорю среднее значение или медиана, вы понимаете, о чем речь? Что ж, вы понимаете три-четыре человека, но то, что да, о математике необходимо понимать. Среднее значение означает средний показатель. Медиана – это серийное значение. Мода – это самое распространенное в списке. Почему я об этом говорю? Потому что, когда вы запускаете тест, ваш тип данных именно такой. Например, в этой таблице мы видим среднее значение, медиану, моду, и по этому значению мы отцениваем результаты. очень много чисел, и необходимо понимать, что они обозначают, выстраивать связи между ними, чтобы сообщить разработчикам в порядке ли их приложение. Если приложение не дает сбой, некоторые могут подумать, ну, ладненько, но необходимо идти глубже, анализировать эти числа, они дадут более глубинное понимание того порядка или приложение, потому что математика очень строгая и точная, и ее правила исполняются четко и применимы во всех сферах. Также необходимо учитывать мониторинг. Сколько из вас используют APM-инструменты для мониторинга? Почти 30 слайдов я посвятил уровню приложения. Теперь же я хочу перейти к метрике APM. Мы должны понимать взаимосвязи между базами данных кэшем в аспекте тестирования. И здесь нам помогает APM. Это очень сложная структура. Не обязательно быть профессиональным. системщики всегда рады будут вам помочь, но тем не менее необходимо знать. И наконец необходимы вам конечно некоторые инструменты. Apache G-Sue также очень эффективный инструмент. Visual Studio еще один достаточно удобный инструмент в этой связи. Вам необходимо понимать как писать скрипты, как вести разработку. Необходимо ориентироваться на разработчиков, создавать скрипты для Apache G-Meter и понимать облачные платформы в том числе, такие как Lodium симулировать проблемы геолокации, которые я уже предположила на предыдущих слайдах. Потому что один заказчик может быть в Ирландии, другой в Сингапуре и необходимо симулировать это в вашем окружении. Для этого вы прибегаете к облачному решению. И наконец спасибо за внимание. На этом все. Если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. сейчас подойду. Здравствуйте, спасибо за вашу презентацию. Предположим, вы нашли ошибку при загрузке 10x. Как вы пофиксите этот баг? То есть, вы спрашиваете, если есть платформы сетевым приложением, кто будет заниматься фиксингом. Одной из проблем тестирования производительности является то, что необходимо собрать воедино специалистов разработки, инфраструктуры, только чтобы понять эту проблему. Выполняя тестирование производительности, мы в основном используем инструменты ЭПМ в качестве руководства, потому что мы должны разобраться, в чем состоит источник проблемы, на каком уровне он лежит. И уровней анализа очень много, в связи с чем ЭПМ-инструменты очень полезны, они помогают выявить, где находится эта конкретная проблема, но все равно необходимо привлекать и разработчиков, и системщиков. Возможно, что-то пошло не так в самом тестировании, это тоже может быть проблемой. может быть вы выполнили не тот тест, это тогда ваша проблема. Но в основном мы привлекаем разработчиков и специалистов инфраструктуры в данном аспекте. Я ответила на ваш вопрос? АПМ-инструменты для выявления проблем на разных платформах. Да, хороши, их можно найти на различных уровнях. Второй вопрос. Как вы рассчитываете будущую загрузку? Вы показали слайды с успешным тестированием и по формуле вы умножили на два, затем разделили на три. Но как рассчитать следующую загрузку ее производительности? Я привел к примеру Черной Пятнице. Маркетологи сказали нам, что они собираются привлечь минимум людей в этом году, потому что развивают новые фитии. И они всегда дают очень высокие показатели. Я знаю, что на практике это будет 10 тысяч, но они ожидают 40, чтобы провести тестирование перепадами и понять проблематику. Да, иногда бывает и 10 тысяч человек на сайте, но это же не всегда. И в следующем году они планируют увеличить этот показатель, а мы пытаемся проанализировать их фичи и коммуницировать с маркетологами, объяснить им, что наша система поддерживает 20 тысяч пользователей, поэтому ничего с этим нельзя поделать и не стоит привлекать 40 тысяч пользователей. Ведь это так, мы же не сможем обеспечить поддержку стратегии пользователям и здесь надо взаимодействовать со стратегией маркетологов. Если же они говорят, что мы исследуем этот вопрос, может быть, увеличим количество серверов, может быть, проведем какую-то модернизацию и так далее, и тогда да, мы, может быть, можем как-то подладиться под их ключевые показатели эффективности и вести изменения. Добрый день. В своей речи вы рассказывали о веб-тестировании, но что, если ваше приложение ориентировано не на сеть, а на голос, как вы будете его тестировать? Я имею в виду ориентированное на голос, голосовые сервисы, не веб. Например, SIP, FTP, вот телефония. Ну, это специфические типы тестирования, я, собственно, опыта не имею с SIP-тестами или голос по IP. Но, насколько я знаю, что некоторые инструменты нельзя полностью так копировать или вы можете в свои инструменты добавить свои собственные решения, иногда так приходится делать. Но я не знаю, как работает CIP, в данном случае, как проводить это тестирование. А вы работаете в телекомовской компанией? Да, да. У нас много голосовой телефонии также, но голос это сложно, надо все время общаться с разработчиками, может, они какие-то новые инструменты разработают для вас, которые поможут приложению, которые вы уже используете. Вот все, что могу сказать, извините. извините, но правда у меня нет конкретного ответа, но правда не знаю. Здравствуйте. У меня вопрос. А как вы анализируете свои результаты? И где вы получаете требования, обратную связь? Хороши ли эти результаты? От кого вы получаете конкретные запросы, требования, все инструменты, собственно говоря, все, что мы тестируем, мы обо всем репортируем, то есть, ну вот, смотрим на объем, то есть, у нас очень хорошая платформа для репортирования, то есть, для отчетов на бушах. Если посмотреть на цифры, мы, собственно говоря, мы создаем такой краткий отчет для руководства и более расширенный отчет, и, собственно говоря, мы не передаем полностью всю эту статистику, все эти цифры от инструментов людям, потому что они это не поймут. Например, мы скажем, тут здесь логируется столько, это раз такие-то числа, то есть, люди могут и не понять, как они суммируются, но мы переводим это на бизнес-уровень, чтобы это понятно было с маркетинговой точки зрения. Например, 200 транзакций в секунду, для вас это хорошо, и по каждой транзакции 5 секунд, это хорошо, они говорят, нет, мы хотим, чтобы за 4 секунды, мы, допустим, хотим не сотню, а 300, там чего-то, то есть, таким образом, вы конфигуриете приложение или сайт снова, и появляются уже новые цифры, и показатели, как вот в этом приложении, которое мы делали, там было 30 транзакций в секунду, это шоппинг, а сейчас 300, буквально, после 2 часов работы, и мы можем поддерживать уже 3000, простите, 300 покупок в секунду, вот такой запрос, и ребята из отдела маркетинга счастливы этими результатами, спасибо. Просто остались, много, много. Вот интересный вопрос, вы говорите о тестировании эффективности, но как вот, если, например, джеймит, и как, если у вас распределенная сеть, например, ну, конечно, мы что-то можем поставить джеймитрию, ну, вот, допустим, если тестирование от узла к узлу, есть ли у вас какой-то опыт с этим, ну, приведите пример этого, пример тестирования, например, у вас 25 разных центров в разных точках мира, дополнительные подключения должны быть в сети, и вы посылаете запрос джеймитр, и на прямую линию, как нужно это использовать, ну, из-за этой проблемы мы разрабатываем инструмент Аллогина, например, Плэйсмитр, Лоудер, есть много таких центров, например, в Ирландии, в Сингапуре, в Австралии, у нас это есть, и мы, ну, например, вы клиент, и вы хотите, чтобы в Сингапуре, Австралии, и Ирландии был проведен этот тест на эффективность, мы дакеризируем этот процесс, в Австралии или это джеймитр-процесс в Шангань, например, где-то еще, там другие местоположения, есть какие-то другие конфиги, какие-то алгоритмы, которые мы можем использовать в типе сети, если вы выбираете 3G, определенную широту полосы и латентность, они будут различ разными, а джеймитр или визуал студии или геттинг не всегда это достаточно, потому что у них, в общем-то, есть шаблоны, но вы должны больше плагинов, создавать много новых решений, и вот они решения могут помочь вам с легкостью решить эти проблемы в один или два клика, и вот такие удобные, но джеймитр прекрасный инструмент, но вы должны платить за него, то есть зависит от того, сколько вы готовы заплатить. Спасибо. У меня такой достаточно распространенный вопрос. Как вы говорите, что жест эффективности, тут много различных навыков джеймитра, визуал студии и так далее, а есть, допустим, небольшие навыки, требуются для какого-то тестирования эффективности, нужны эксперты из визуал студии, и представители бизнеса, и вы говорите, что это легко. Повторите последнюю часть вашего вопроса, я не совсем вас понял. Какое функционирование, тест эффективности лучше, а люди, не инструмент, я имею в виду, тестировщика, эксперт, допустим, имеющий достаточно ограниченный набор знаний или более широкий, какие более ценные тестировщики. Мы также компания, предоставляющая услуги, и мы не ожидаем, что человек только на одном инструменте специализируется, джеймитра и так далее. Они должны понимать концепцию, вообще, как проводится автоматизация, тестирование и так далее. И не обязательно быть экспертом по селению только я имею в виду. Вы должны понимать основы тестирования, эффективность, пиковые рабочие нагрузки, пиковые ситуации и так далее. Вы должны понимать весь рабочий механизм, ну, то есть, концепцию этого тестирования, этого инструмента. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, честно говоря, я не знаю. Может быть, я ошибаюсь. И, может быть, я не совсем понял, что вы меня спросили. Извините, это я так, может быть, по-английски говорил. Игорь Негода. Игорь Негода.